Мы знаем, что американская музыка подарила в 20 веке много очень интересных и новых вещей и в каком-то смысле даже стала действительно каким-то музыкальным новым светом. Там не только джаз и не только мюзикл, но и такие замечательные новаторы, которые вряд ли бы появились в старом свете. Это Чарльз Айвс и Джон Кейдж. Конечно, они всю американскую специфику впитали. И вот во второй половине 20 века, даже на рубеже 20 и 21 веков, уже наступило, наверное, какое-то время отчасти, может быть, синтеза. И вот Джордж Крам очень интересен в этом отношении. Он представляет собой, конечно, с одной стороны вот такое крайне новое крыло, но он очень мастерски оперирует самыми разными стилями и цитирует музыку прошлого. Но, короче говоря, использует все те приёмы, которые известны в музыке 20 века. Не он их изобрёл, но дело не в том, кто что изобрёл, а кто что и как с каким, так сказать, эффектом использует. В этом-то вся и суть. Этот фортепианный цикл Крам посвятил американской пианистке китайского происхождения Маргарет Ленгтан. И ей же он поручил премьеру. В принципе, самое последнее его произведение, которое написано, датируется 18-м годом, оно было исполнено в Нью-Йорке вот в апреле этого года. Это квинтет для ударных, вот. А это произведение тоже, в общем, фактически 18-го года. Представилась эта возможность. Вот буквально свежее сочинение Джорджа Крама. Ну, свежее, по нынешней меркам, может быть, и не самое горячее, но ему год или два. Представить в Москве, тем более, что это классик американской музыки, настолько крупный композитор на такой масштабу, что, в общем, мне кажется, это следует делать сразу же, как только что-то пишется, это и представлять. И благодаря вот фестивалю, который я сегодня проводил, мы имели такую возможность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА